Здравствуйте. Математическое моделирование общественного мнения. Ну, это не совсем исчерпывающий нашу сегодняшнюю тему разговор. Там как чуть точнее. Да, это вот к нам пришли два гостя. Оба они работают в Институте математического моделирования Российской Академии Наук, Шведовский Вячеслав Анатольевич и Петров Александр Петрович. Оба кандидаты физмат-наук. И, по-моему, вы оба кончали физический факультет МГУ, да? Совершенно верно. Вот, во как. И, к тому же, ко всему прочему, вы как-то эту работу научную сочетаете с преподаванием на факультете социологии МГУ. Вот, оказывается, социология такая весьма математизированная часть, наверное, даже не совсем понятно чего, гуманитарных наук, или одна из самых гуманизированных частей вот таких физико-математических наук. Вот где-то вот на стык, пограничное состояние, да? Ну, будем так считать. Во всяком случае, есть журнал математической социологии, он давно уже существует. Так что математическая социология стала, становится, и мы ее адепты, будем так говорить. Адепты, посвященные, значит. Если исторически говорить, многие методы математические, скажем, статистики разрабатывались изначально для социологических целей, и затем только стали использоваться физиками, химиками и вообще естественниками. Это, например, какие? Да практически вся математическая статистика. Сначала психология. Сначала психология, социология. Сами статистики, да. А потом уже физики. Да, да, да. Ведь, наверное, правило трех сигм, да, было первым делом востребовано во времена Эдмонда Галлея для вот обоснования прибыльности действия страховых компаний, да? Ну, наверное, можно и так трактовать. Первое. Насчет трех сигм не скажу, но... Ну, по крайней мере, страховая деятельность именно на этом всем основана. Что слишком сильно ошибиться невозможно. Сильнее, чем на три средних квадратических отклонения по количеству, по частоте несчастных случаев. Так, ну так все-таки вернемся к теме, значит, да? Мы хотели уточнить, значит, моделирование общественного мнения и... Моделирование социальных процессов. Социальных процессов. То есть, как бы, общественное мнение, это только одна из составляющих сложных социальных процессов. То есть, это одна из частей отражения социальных процессов вот в общественном мнении. Да. Очень важная для политиков, наверное, часть. Ну, для политологии, конечно. И для принятия решениями это для политиков. Для управленческих решений, безусловно. И для маркетологов. Да. И для маркетологов. Раньше принимали, как сначала делали, а потом, так сказать, смотрели по ошибкам, что получается. А вот сейчас есть возможность спрогнозировать, просчитать кое-какие варианты. И выбрать из них наиболее подходящие. Вот в этом есть преимущество моделирования. Вы стараетесь быть немногословными, я заметил. Это потому, что, в общем-то, вот ваша работа, она востребована в самых вот неожиданных областях человеческой деятельности, да? Ну, похоже, что это так. Сейчас, по крайней мере, в последнее время стало. Я вот слышал такую вещь, не знаю, правда или нет, по-моему, я слышал это дело, так сказать, по радио. Что вот когда в обществе присутствует достаточно большой процент людей с высшим образованием. По-моему, тогда, по-моему, назывался процент 30%. Вот если у людей образованных 30%, ну, вот живут люди перемешанные там разных национальностей, разных вероисповеданий, то вот этих вот конфликтов межрелигиозно-национальных всяких таких не возникнет. Ну, потому что люди образованные, одинаковая культура, вместе в советском вузе, там, что проходили там, марксинский ленинизм. При всем скептическом отношении к марксизму и ленинизму, они друг с другом воевать не будут. Ну, Борис Сергеевич, здесь, наверное, такой момент стоит отметить. Дело в том, что когда господствовала одна определенная идеология, так сказать, идеология красной идеи, она, конечно, была объединяющим началом. То есть тот же самый марксизм, это была платформа мировоззренческая, которая вставляла единство убеждений. Поэтому, чего же конфликтовать, когда вышибли этот стержень, как бы мы к нему ни относились, но вышибли вот это единство, естественно, тогда уже возникает вот эта возможность разнородности выливаться в конфликтные ситуации, понимаете? А разнородность, она, естественно, возникает, потому что есть уже тогда без этой объединяющей идеи разные этнические, конфессиональные установки, позиции разные тех или иных субъектов федерации. Вот где начинают элиты местные тянуть одеяло на себя. Вот, грубо говоря, качественно определяется база этих конфликтов. Чем выше неоднородность общества, а она отсюда и возникает, тем больше вероятность конфликтных ситуаций. Ну, все-таки откройте нам какие-нибудь, так сказать, ваши профессиональные приемы, я уже не скажу тайны. Насчет... Насчет того, как вот вы моделируете процессы в обществе? Прежде всего, конечно, занимаемся моделями макросоциологическими. Макросоциологическими. Поскольку, чем более низкий уровень моделирования, ну, как говорят в классической социологии, есть макроуровень, мезоуровень и микроуровень, да? Вот, на микроуровне там такого агрегированного подхода применить трудно. А мы занимаемся моделями, где требуется, в общем-то, хорошая статистика, где требуется возможность применить уравнение. То есть, скажем, это или дефуры, или дискретные уравнения. Вот, для этого мы можем оперировать только, ну, как бы большими группами. Нет, ну, это вы скромничаете, Вячеслав Анатольевич, скромничаете. Там, прогнозировать поведение через изучение типичного окружения субъекта, это же тоже есть, это вот эта отрасль. Это отрасль, но она, как бы сказать, она в развитии. То, что уже стало, то есть, такие модели можно назвать, которые уже практиковались, но эти модели, они известны, там, скажем, большие модели для макрообщества, для макроэкономики, там, Ортоновская модель, там, МИР-1, МИР-2, МИР-3. Эти модели, они, так сказать, то, что сделано было на Западе, вот, в частности, в традиции Римского клуба, вот они все, они основаны на большой статистике. Вот знаете, мне что это вот напомнило, вот ваш рассказ, мне это напомнило физику. Значит, вот вы назвали, так сказать, макроуровень, это много-много атомов, много-много людей. Каждый атом какую-то такую свою свободу воли имеет, ну, так же, как и человек, да? И вот они, в общем, весь этот огромный ансамбль, он легко описывается какими-то вот такими общими закономерностями, да? А вот на микроуровень, да, вот у вас называется, это как называется, микроуровень, да? Микроуровень, да. А я вот слово такое придумал, так сказать, модное, пока вы говорили. Есть, так сказать, нанофизика, да, нанотехнология, а это, значит, наносоциология, да? Да, да. Когда-то вот несколько вот таких-то объектов, да. А вот, кстати говоря, слова вашего товарища. А Санкт-Петровича, да, Санкт-Петровича. О том, что прогнозировано поведение вот отдельно взятого человека, внедренного в какую-то среду. То есть, как вот инородный атом внедрился в определенную среду, одно дело, этот атом в лесу живет, грибы собирает, другое дело, значит, в таком-то вот городе большом, в мегаполисе там, я не знаю, что он делает, математику преподает или улицу подметает. Как уж он там приделывался, к чему. Ну вот, ну, у него, соответственно, поведение-то уже задается его окружением. Ну, вот здесь разные точки зрения, на этот счет. Я, как сказать, позиционирую себя как социального психолога. А у меня был хороший учитель Николай Сергеевич Мансуров, как социальный психолог. Но он говорил примерно так, что, вообще говоря, поведение отдельной личности, вот, как вы говорите, вот, с влияниями разных детерминантов социальных, да, оно процентов на 80-90 процентов определяется этими детерминантами. И только 10 процентов, может быть, там, 15, это вот то, что его свобода выбора. А сейчас современные веяния в социальной психологии говорят, что еще и меньше. То есть, вообще, грубо говоря, на 90-95 процентов человек детерминирован в своем поведении. Вот этими макродетерминантами. Отсюда идея, так называемой, типической личности. И вот типическая личность, у нее есть какие-то черты поведения, вполне типичные, которые уже, там, могут быть как-то усреднены и переведены на макроуровень. Вот как раз Александр Петрович подсказывает, очень, так сказать, так, корректно, насчет вот того, что мы поскромничали. Ну, действительно, у нас была такая модель, она касалась поведения этноса. Ну, в наших республиках мы рассматривали динамику вот такого этнического поведения, этнического выбора в таких критических ситуациях. Вот. И, значит, она действительно опиралась на концепцию типической личности. Вот. Ну, значит, там что в основе лежит? Что типическая личность себя ведет так, как устроен, грубо говоря, образ жизни ее выточил. Выточил ее установки, выточил ее диспозиции. И она ведет себя достаточно предсказуемо. И многое можно, во всяком случае, важное для управления вот этими макроситуациями сделать, спрогнозировать, опираясь на эту концепцию. Вот это действительно у нас такая модель была, она очень неплохо была развита, внедрена, вообще говоря, в управленческие структуры, и ею пользуются. И это вот то, что вы говорите, я транслирую на понятный для меня язык. Это вот, значит, есть, к примеру, кристалл полупроводника. Исторство полупроводника определяет с тем, вот из каких он атомов стоит. Из Кремния или Германии, например, да? Но, правда, там плюс еще примеси играют большую роль. А вот тут вот в обществе вот эти вот примеси играют, есть типические личности, есть какие-то там личности не совсем типические какие-то там. Ну, вы знаете, это вот таких нетипических личностей в обществе, в этносе, вот если говорить применительно этнополитике, в общем-то их очень немного. Это, в общем-то, ну, грубо говоря, люди-лидеры, люди убежденные в каких-то определенных верованиях, определенных концепциях. Их порядка, проценты меньше. Проценты меньше, да? Проценты меньше, да. Я вот слышал, что в гражданской войне в России, в Советском Союзе, я не знаю, как, ну, та, которая была после 1917 года, в ней вообще активно принимали участие то ли 3, то ли 4% населения. А все остальные просто как в стороне стояли, но вообще-то это произвело на нашу историю такое вот неизгладимое впечатление, разруха, связанное с деятельностью этих нескольких процентов всего. Ну, вы знаете, тут, конечно, это уже вопрос исторический, там надо тоже смотреть, что были какие детерминанты. Некоторые говорят, что было вообще, говорят, ситуация демографического перенаселения. Это, значит, по-моему, относительно сельское перенаселение. Да, 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 то есть практически на грани голода стояла Россия, понимаете, вот такая есть точка зрения. То, что там принимало 3-4%, ну, вот партия российская, стала демократическая рабочая партия, в скобочках большевиков, она составляла порядка 200 тысяч человек. Та партия, которая пришла к власти. Значит, вот можно сказать, вот 3-4%, так это или не так. Тогда население было у нас порядка 150, ну, примерно так, как сейчас. Сейчас 147, тогда 150. Не, ну, туда еще записали участников войны. Ну, да. Значит, там, так или иначе люди воевали, будучи беспартийными. Причем много там было. И противоположная сторона была, так сказать, непримиримые оппоненты воевали. Кстати говоря, вот когда вы сказали про то, что только на 10% деятельность человека определяется им самим. Помните, такие слова были, говорились часто в книгах классических, что, так сказать, порок – это продукт общества, порок – не Г, а К, да. Порок – это продукт общества. Что вот за преступление должен отвечать не преступник, тогда говорили вот адвокаты до конца 19 века, вот перед судом присяжных. А вот мы все, мы виноваты. Часто, кстати говоря, на эту тему оправдывали иногда вот преступление, тогда вот был такой вот период в развитии российской адвокатуры, что очень удавалось объяснить присяжным, что виноват-то не столько человек, как его воспитали, как он жил, чем он был окружен. Но разве мог он поступить иначе, наблюдая вот эту силу не смотреть, как маяться бедняк, и как шутя живется богачу, и доверять, и попадать в просаг, и видеть мощь у немощи в плену, и сознавать, что хода совершенства у меня. Тот он достал и приложил себе ход совершенства. Это Шекспир, да, написал? Ну, Хлебникову можно вспомнить. Помните, как кормилица кормила барскую суку, а ее ребенок умирал. То есть я к тому, что детерминаты революции, они были с необходимостью актуализованы. Не просто какой-то партии, они уже все наросло к этому. Я прошу прощения, вот когда вы упомянули о том, что не так много народу участвует в гражданской войне, и не так много людей вообще участвует в общественной жизни, тут надо еще вспомнить, что общество – это не только люди, это еще и та структура, в которую они уложены. И если мы посмотрим, сколько партий, сколько движений, сколько организаций, сколько каких-то общественных структур участвует в гражданской войне, то мы получим другую картину, что если мы общество измеряем вот такими вот инструментами, не личностями, а структурами, то, в общем-то, вся страна участвовала в гражданской войне. И если вернуться к матомоделированию, моделирование тоже идет не всегда от личности, но иногда от структуры или от функций. Если я правильно понял так, есть подсистема электронов, подсистема дырок в кристалле, и тут, значит, структура – это не значит, что, скажем, Академия наук – это структура, МВД – это структура, а вот каждый из нас какой-то структуре принадлежит, даже если он и не одной, не академик и не сотрудник органов. Я вот хотел поддержать, да, вот эту идею Александра Петровича вот насчет такого подхода другого уровня, не личностного, а вот социальные структуры, социальные институты. Ну, в том числе, вот если говорить о социальных структурах, то, вообще говоря, вот такой важнейший компонент, как социальное однородность, социальное неравенство, ну, серьезнейшим образом влияет на все это. То есть вот у Велимира Хлебникова это отразилось в его поэме, а вот этой кормилице, так сказать, а вообще говоря, при этом и был определенный уровень социального неравенства. Это социальное неравенство, оно в каком-то смысле было чрезмерным. Вот сейчас пытаются это моделировать, понять, какой уровень социального неравенства нам надо… Допустим. Допустим, да. Дело в том, что сама идея, красная идея, она была основана на абсолютном социальном равенстве. Но с точки зрения математики, вот мы смогли это промоделировать и получили результат, что если мы хотим, чтобы экономика была эффективной, то с неизбежностью, причем экономика не только просто узкоэкономическая, а именно как социальноэкономическая ситуация, то да, получается, что необходимо обязательно какое-то социальное неравенство. Люди иначе не получаются стимулов к работе. Ну, может быть, это называется имущественное неравенство? Нет. Один зарабатывал 60 рублей, дворником был, тихо смотрел, как листья падают, наслаждался поэзией, так сказать, осени. А другой там на работе гайки точил и зарабатывал 300 рублей, 500 рублей. Понятно. Ну, немножко, немножко, это тоже входит как компонент, отражающий социальное неравенство, но здесь все-таки немножко посильнее вещь. Действительно, получается так, что если абсолютно людей нацелить на полностью однородное общество, вот что вообще и было в политике Советского Союза. Но однородным-то не было. Оно было более однородным, чем другие. То есть, если взять коэффициент Джинни, у нас был самый маленький коэффициент, 0,24. Вот он мерит как раз социальную неоднородность. Это, по-моему, речь идет о соотношении, по-моему, доходов, что ли, до самых верхних. То есть, партицельные коэффициенты, они связаны, правильно? Они описывают примерно одно и то же. Да, 10% высокодоходная группа относится к 10% низкодоходной группы, ну, по количеству получающих. Вот, поэтому... И вот, между прочим, считается так, что когда этот коэффициент большой, то есть, то, что самые высокодоходные 10% и самые, так сказать, ну, нищие, да? Так вот, самый большой коэффициент, по-моему, на планете Земля сейчас в Соединенных Штатах, где более или менее, так, кстати говоря, и с экономикой, и с классовым миром. Ну, еще большой, в африканских странах, где... Да, где совсем плохо. Где просто совсем плохо, да. То есть, здесь можно вот это смотреть. Но вообще вопрос, вот, и проблема осталась. То есть, проблема, вот мы сейчас пытаемся в меру своих модельных сил найти вот этот оптимум. Найти оптимум. То есть, какой оптимум позволяет активировать все население, с одной стороны, а с другой стороны, не давать зажраться, извините за выражение, высокодоходной группе, так что она вообще ничего делать не будет. Они не так все будут иметь. Значит, все-таки надо так, чтобы вот был определенный баланс. То есть, не только нужно заставить работать бедных. Бедный и так будет работать, потому что хочется есть, да? А надо еще заставить работать богатых. Но с другой стороны, может быть, такое неравенство, что уже бедному и работать не хочется. Понимаете? Потому что он не чувствует никакого выхода из своей безнадежной ситуации. Настолько высока вот эта разница, что он понимает, что никогда не выберется. Поэтому нужно создавать такие коридоры настроения, коридоры социального ощущения, что можно найти дорогу роста. Ну, например, вот у нас хорошая сейчас социальная мобильность с точки зрения образования. То есть, родители понимают, что у нас так, ну, пусть какой-то скромный достаток, но зато пусть наши дети, они смогут достичь каких-то успехов и расти. Социальный лифт. Да, социальный лифт, вот эта мобильность. Все-таки это, получается, вот это надо, эту надежду надо обязательно пить. В советское время этот лифт здорово работал. Здорово работал. Родители говорили, вот не будешь учиться, будешь как отец все время в машинном масле возиться. Или как мать все время за коровы выгребать. Я хотел бы подчеркнуть, тут вот Вячеслав Анатольевич так мельком про это упомянул. Это исключительно важный элемент исследовательской стратегии. Рассматриваются не чисто экономические процессы, не чисто социальные процессы, не чисто политические, но они рассматриваются во взаимосвязи. И это как раз достижение нашей лаборатории, нашей кафедры, которая была создана по соглашению академика Александра Речи Самарского, нашего учителя с Александром Петровичем, и декана социологического факультета Владимира Ивановича Добринькова. Вот такая лаборатория, буквально по названию нашей передачи, моделирование социальных процессов, она была создана. И вот такие задачи, о которых говорит Александр Петрович, они как раз были перед нами поставлены. То есть ведущей в смысле образовательного процесса вот эта кафедра является, да, социологического факультета, она, наверное, в плане научном, это вот академический институт, который называется математическое, он просто называется математическое моделирование. Так и называется. Там всё равно, что моделировать. То есть течение жидкости. Правильно, совершенно. Там моделируются и проблемы связаны с гидродинамикой, аэродинамикой, с самолётами, с иными, так сказать, летательными аппаратами. Вот это всё там. Но там же и моделируется в том числе вот социально-экономический процесс. То есть тут первичен не объект исследования, а метод исследования. Он оказывается одинаково приложим, ну, по крайней мере, да. Хотя точка зрения Александра Речи Самарского была всегда такая, что сначала надо идти не от метода, а от задачи. То есть от содержания задачи уже выходим на методы. Но, конечно, у нас копилка методов. Ну, вот этот вот тезис о том, что методы, математические методы, математическое моделирование одинаково, в равной степени могут быть применены и к естественным процессам, и к социальным. Вот этот тезис, он сам по себе хороший, правильный, но он содержит очень опасную ловушку. В последние лет 15, ну, начиная с перестройки, как произошло определенное крушение в научной сфере, в оборонной, и многие специалисты в области гидродинамики, аэродинамики стали пытаться передвигать свою сферу интересов из вот таких вот инженерных или естественных процессов в сторону социальных процессов. И применяют при исследовании общества те методы, к которым они привыкли при изучении какой-нибудь там хитрой жидкости, да, там какой-нибудь хитрой смеси или при изучении каких-то магнитиков. Да, выравнение на въезд токса берут и прямо в лоб применяют к обществу. Вот есть такие товарищи. Выравнение на въезд токса – это дифференциальное выравнение в частных производных, да? Да, гидродинамики. Которое описывает в течении вязкой жидкости. Да, да. А человек – это молекула. Да, да. И куда же мы течем-то? Вот именно. А там течение в каком-то, так сказать, фазовом пространстве, да? Да, там это уже своя ихняя игра, но мы заведомо, так сказать, ну, как бы отвергаем этот подход, исходя из тезиса нашего учителя Александриевича Саммасского. Не, ну, наверное, движение толпы в переходе метрополитена, наверное, можно с помощью такого выравнение описывать. Ну, что-то можно. Это надо идти все-таки от самой задачи. То есть надо посмотреть, в каких условиях, что здесь самое существенное в взаимодействии элементов этой толпы. Вы понимаете, потому что насчет элементов толпы много уже хорошего наработано и другими, так сказать, людьми ближе к социологии, к социальной психологии. Ну, есть, например, работа Рашевского, модель подражания. Как раз она описывает поведение толпы по подражанию. Это специфическая механика, когда заражаются вот этим настроением по подражанию. И люди себя ведут совершенно неадекватно, как вот мы сейчас бы вели, поодиночке с вами, или в компании, или в коллективе, или вот в этой студии. Там ведут совершенно по-другому люди. Понимаете? Не как молекулы. Не как молекулы. То есть как-то от молекулы к молекуле возбуждение передается? Ну, это вот совсем так, потому что молекулы – это механическое столкновение шариков, грубо говоря, если бильярдную теорию применять. А если вы рассматриваете человека, то это уже ближе не к шарику, а к рефлективному автомату. Ну, то можно перейти на уровень, так сказать, коллективного взаимодействия частиц, как это в плазне бывает, автоматов. Автоматов, потому что там обязательно важно отражение, понимаете, как человек мыслит. Вот эта сама психика. Я вам могу привести пример удивительной самонастройки рефлективных автоматов. Совершенно неожиданно у меня, так сказать, он получился. Моей жене прислали подругу фотографию из какой-то там дальней страны. Значит, фотография очень простенькая. Скамейка. И на скамейке вдруг ленточка ползёт. Похоже, что змея ползёт. А на самом деле, если приглядеться, это оказалось в сцепившиеся вот в такую длинную полоску гусеницы. Понимаете? То есть они смогли, вот это рефлективный автомат живой природы, так соорганизоваться, чтобы выжить. Потому что если они поодиночке будут ползать, их легко склюют птицы. Когда же они ползут такой полосочкой, то для птицы это змея. А со змеей уже сложнее, понимаете? Вот. То есть вот обязательный эффект вот этой рефлективности. Если его нет, это значит просто уже механика. Неправильные будут выводы о поведении больших коллективов и людей в толпе. Я хотел немножко вот такую маленькую ясность нести. Вот вы называли фамилию Самарский, да? Помню, такой был учебник Будак, Тихонов, Самарский. Всё это очень уважаемые люди. Учебник был посвящён дифференциальным уравнениям в частных производных. Ещё это называлось уравнение математической физики. Так учебник и есть. Самарский, Тихонов. То есть вообще говоря, в ваших моделях вы используете, я так понял, просто уравнение в частных производствах? Нет, не тут. Не тут. Отнюдь. Это в небольшой степени, в малой степени. Я-то хотел тут пропаганду математики устроить, а вы говорите, нет. Нет, нет, нет. Пропаганда математики, но она, вы понимаете, какого? Тут уровень совсем, ну как бы сказать, это сложившийся уровень математической физики. Но там и свои содержательные задачи. Отсюда они вышли, эти уравнения. Мы же идём от содержания социологического. Вот с учётом вот этих разных сложных обстоятельств, в том числе и рефлективных отношений. В том числе и историчности. Понимаете? То есть есть вещи, особенности социальных процессов, которые с необходимостью мы должны учитывать, и которых нет в физике. Ни в физике, ни в химии, ни в биологии. Поэтому, конечно, мы говорим, что это система динамическая. Мы говорим, что система открытая, мы говорим, что система целостная, мы говорим, что система многокомпонентная, мы говорим, что система многоэрортичная. Но этого мало. Это говорят синергетики. А мы говорим, что ещё есть историчность, ещё есть рефлективность. Понимаете, как минимум. Рефлективность – это отражение, то есть взаимодействие элементов друг с другом. Элемент-субъект, он не просто объект. Самонастрающиеся автоматы, как вот так обидно для рода человеческого нас назвали. Это как моделирование каких-то аспектов поведения человека. То есть пошли в театр, там кто-то рассказывает анекдоты, мы все смеемся, сосед смеется, и я начинаю с ним смеяться. Вот это и есть самонастрающиеся автоматы. Это частично. Я понимаю провокационную сторону вопроса и замечания. Дело в том, что кроме вот этого автоматизма в человеке есть еще и другие серьезнейшие основания, которые я называю социальной генетикой. Ну не только я, это и Юрий Владимирович Яковец, те, кто, так сказать, вот эту линию проводит социальной генетики. Социальная генетика должна учитываться. То есть то, что человек в себя впитал за всю предшествующую историю, и может сам не знать, что в нем есть. Понимаете, какая вещь? Вот это очень важно. Социальная генетика, да? Да, социальная, но она проявляется. Например, вот мы были недавно с женой в Тунисе. Едем, естественно, там по улице, на автобусе туристическом, и смотрим. В кафе сидят одни мужчины. Одни мужчины, ни одной женщины. Это и есть проявление социальной генетики. То есть традиции, которые впитались в их за счет шариата, за счет ислама. Мужчина, вот он должен себя так вести. А женщина должна быть дома, с хозяйством, и ни в коей мере в мужской компании. Понимаете? Вот эта культура, социальная генетика на образцах культуры. Она не в смысле биологизаторства, а именно как актуализация. Генетика не как генетический код, а как вот происходит. Ну да, ну это вообще, говорю, с точки зрения... Передача традиций. Передача традиций. Передача и медленные их изменения. Да, в этом смысле, конечно, генетика, мы изучаем генетику алгебраическими средствами, поэтому здесь есть некое поле. Да, генетика весьма математизированная часть биологии, кстати говоря. Спасибо вам большое за внимание. А с публикой я с нашей прощаюсь. Спасибо публике за внимание к нашим разговорам. До свидания. Продолжение следует...